Деммиграции ищет рабочий адвокат Стэнли Сматриткин офисе. Хуш кэрэпсдэр. Здравствуйте. Очень большая разница между демократами и республиканцами. Обе стороны настроены очень серьезно. Ким ге овазберящийся? Бу шаши ищет. Ассаламу алейкум, хурматый достар. Мистер Атабек ТВ канала. В Нью-Йорк теге иммиграции ищет рабочий адвокат Стэнли Сматриткин офисе. Хуш кэрэпсдэр. Здраствуйте, Стэнли. Здраствия, Атабек. Здраствия, очень рад вас видеть. Займно. Хурматый достар, Америкада Сайлов якнлашып калды. Шукунларда Сайлов болады. Ва президентні башкаттан Америка халқы сайлайды. Хош савал. Агарда Доналд Трамп. Кайсадан сайланса. Икінчі мундатке. Америка деяшеткен узбекилерге фойда ма, які йок ма? Савал. Икінчі са. Агарда Байден президентлікі сайланса. Унда Америка деяшеткен узбекилерге фойда ма, які йок ма? Мана шу саваларны хадыр адвакаттан сурап білеміз. Ва айнан иммиграция бойча. Айнан шу ерде ешеткен ватандашларымызы позициясыны инобатке оген халде. Кім копрох фойда лирак? Трамп ма? Ия ки Байден? Шу масаланы бүгін үш бүйзі варқалай. Бүргалікті бұлаламыз. Бүн нағалдан сразың ілтимасын бар. Хұрматлі Америка деяшеткен узбекистан ливады адвакаттарамыз. Агарда америка паспорты бүсі, албатта сайлаларда іштера гетін. Кімге оваз берілийшіз? Бүгінші шахси ешіз. Меніүш күшін 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 кү үшін күшін 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 к ждут то есть все-таки очень серьезно в этом году в этот раз проводится выбора да в этом году обе стороны настроены очень серьезно все хотят пойти высказаться показать какую партию не поддерживают да поэтому ожидается в этом году что будет намного больше голосов чем было четыре года назад когда хиллари и трамп хиллари клинтон и дональд трамп были номинированы поэтому в этом году очень очень большие цифры и плюс то что разрешается по почте голосовать разрешается заранее голосовать то есть это помогает людям как бы пройти проголосовать намного легче причем говорит о том что проголосовать даже с утюга уже говорят по телевизору понятно и в инстаграм и в ютюбе и фейсбуке везде призывает голосовать на это мода хроматый достар турил алдин сайлы богин дэхиллари клинтон и дональд трамп а ищи рекенды рапораса бурезы крыг миллион адам оваз берегенады киратоманге бугун гекунге кадар халы сайлу баштаныш там аллен 3 неябрды сайлы истет ботаман иетмыш тур миллион адам овазбер болды по ищи аркали онлайн тарсида что ничун бугил адамлар навбат ларда трубты салатый навбат ларда овазберишь итак первый вопрос если все-таки останется дональд трамп на второй срок то есть это следующие четыре года за всю америку не спрашиваю что конкретно ожидать тем узбекам и узбекистанцам потому что территории узбекистана больше 140 национальности народности который проживает на территории сша с точки зрения иммиграционного законодательства еще в период вопроса на узбекске я упак паду без данного вопроса прежде всего агарда дональд трамп и кинчи мудэдке я не я натурил ге президент полу коллегием бусы америка деге узбекистан ли клярна вы курсанклыш кереме яйки курсанклыш керема айнен иммиграция хуку нуктейнезардан джоопнишь там из пожалуйста да что касается иммиграции очень большей разницы между демократами и республиканцами обычно они у двух партий позиции отличаются очень сильно но особенно это когда относятся к иммиграции то есть это абсолютно противоположные политики которые они ведут республиканцы в основном трамп раньше республиканская партия так не относилась к иммигрантам но с приходом трампа политика республиканской партии и политика этого президента это во первых ограничить иммиграцию в америку во вторых это депортировать или выслать как можно больше людей которые здесь находятся в нелегальном статусе в нарушении и сделать процесс как можно тяжелее тем которые пытаются въехать или через границу южную или или по визам то есть политика трампа такая была последние четыре года и я предполагаю и я на сто процентов уверен что она будет так и продолжаться отлично дымик америке это ассоции партия борьбу демократа республиканцами республикан 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 партия с демок трамп сайланген в икеля партия на иммиграции боген мунасаббаты лэк охер гиппайт айныксер шоу додон трамп партия на иммигранты боген мунасаббаты очень много разù я не могу сказать успокаиваться в доме мунасаббаты при помощи и первое скажем о том уровне оцбекистан в машинных家 или в битвах омпаках и первое скажем о департации и в очереди он просто департация как мы можем садить департации работы очень важно на границу и Возвращение Америка в этой стране Америка в полуэты Или виза везде Видят это moving действурение Почему бы не было Etsy 19 Lopez Это будет еще раз обеспеченный Президент А если говорить более специфически. Во-первых, он будет продолжать строить эту стену. На сегодняшний день построили там 300 майлов, но это маленькая часть границы, то есть он будет продолжать строить эту стену. Во-вторых, будут продолжать уменьшать возможности людей подать на политубежище. Это очень было за последние 4 года ограничено. То есть люди, которые жертвы супружеского насилия, жертвы преступности на сегодняшний день не могут подавать на политубежище. Также люди с арестами, те, которые не подали в течение года, не могут подавать на политубежище. То есть очень много ограничений, которые Трамп ввел за последние 4 года. Именно людям, которые подают на политубежище, это будет продолжаться. Также Muslim Ban, как многие знают, не впускают много людей со стран, в основном мусульманских стран, включая Киргизстан. То есть не впускают людей в страну из-за его Muslim Ban. Я думаю, он будет продолжать продлить эти ограничения. И также Public Charge. Public Charge это закон, который Трамп ввел, что люди, которые пользуются государственными льготами, государственным обеспечением, как Medicaid, например. То есть тем людям тяжелее получить грин-карту на сегодняшний день. То есть я думаю, что все эти пункты, которые уже Трамп ввел, он и будет продолжать их расширять и делать этот процесс иммиграции как можно намного тяжелее, длиннее. И пытаться отбить у людей интерес иммигрировать в Соединенные Штаты. А вот то, что сейчас, на протяжении четырех лет, иммиграционная служба, она как будто, знаете, в ступор встала. Она так долго принимает решения, вот даже те, у кого реальные кейсы, как бы реальные документы, да, и тем не менее они ждут годами. Как вы думаете, при Трампе это продолжится? Это сто процентов продолжится. И причина, потому что у них даже обычные кейсы, браки, петиции граждан Америки на своих супруг, детей, это все сейчас больше, дольше рассматривается. Набрали офицеров, которые занимаются расследованием, что называется, фрод, юнит расширился. И у них, как бы, каждое дело, иммиграционная петиция на сегодняшний день, они относятся с подозрением. То есть мы им должны доказать, что это действительно настоящий брак, это действительно настоящая петиция по политубежищу. Оно всегда, в принципе, так было, но сейчас презумпция такая, что вот все, типа, хотят нас обмануть, и мы будем это расследовать как можно строже, как можно дольше. Понятно. Но в результате, в последствии, уже с каждой лечениями с людьми, и не было хороших пунктов. После этого, в последствии, очень сильные отношения для иммигрантных. В последствии, в последствии, в этом стране, что в последствии, праздновательные государственники, что о том, что presence в отношениях Дональд Трампа не отчет. Вот этот парень — Союз снова распространяется с публиками из Собаки, а здесь какой-то 400 парня. Поэтому этот порой свободы упомянуть в 70 метрах, если Дональд Трамп находится в 2-й час. Пятая тема – «Поблик сажер», что наследия в США Если в древнем, если древнето служить с народом, то не было гранат, и не было лишнего. 5. в последний раз в последний раз, президент президента Джудя Коба получировал количество часов. Люди украшают цифры, например, что они украшают 20 лет. Если президент Дональд Трамп продолжается, то эта цифра, Аминьмиграция Если Дональд Трамп был президентом президента Болицына, то эти события не смогут иммиграции. То есть это насчет Трампа? Понятно. Спасибо. Ну теперь следующий вопрос. А если все-таки будет Байден? Мы же все-таки живем не в Белоруссии, не в Советском Союзе и в некоторых странах бывшего Советского Союза, где выбор очевиден, что там остальные номинанты все технические. Здесь же настоящие выборы. Все-таки демократическая страна. А если все-таки так получится, что изберут Байдена? Потому что на сегодняшний день Байден выигрывает по всем показателям. Но это невозможно предсказать, потому что 4 года назад, я прекрасно помню, как эти выборы происходили, я в этом сам принимал активное участие, Хилари выигрывала по всем параметрам. В принципе. И тем не менее, в последний момент победил Трамп. Просто здесь такой момент, насколько я понимаю. Те, кто поддерживают Трампа, им неудобно это официально и публично это делать. Но когда они остаются один на один с урной, они так потихонечку раз галочку ставят напротив его имени и кладут свой бюллетень. У меня к вам такой вопрос. Если все-таки Байден станет президентом, что поменяется с точки зрения его предвыборной программы по отношению к иммигрантам, особенно меня интересует тем, кто является выходцем из Узбекистана. Сейчас вопрос переведу, а вы пока подумайте над ответом. В этом году, Москва, в таком графе, происходит на том, что в Америке, когда которого вы считаетеowym из Узбекистана, Since Chile, с женщиной были неяснил, называется Är까 Потö В самом деле ярких родителей. Примерно это такие и все-таки и кольевы. В этомomi никто не только перенагирует, будет как правило, закрылся babe, которыйabsures пару однако LGBTС не還。」 Это не только для тех узбекистанцев, которые еще и хотят сюда приехать. Пожалуйста. Смотрите, программа Байдена очень обширная, обещает очень много изменений в иммиграционной сфере, в иммиграционном законе. Обычно в Америке закон принимает Конгресс. Но что касается иммиграции у президента, как и у Трампа последние 4 года, так и у Байдена очень много возможностей влиять на иммиграционную систему. Потому что по Конституции президент имеет право регулировать, кто въезжает в страну, кто не въезжает и вводить изменения в сами регуляционные системы. Несмотря на то, что Конгресс сам не поменяет закон. Скажем, как Трамп за последние 4 года как бы нового иммиграционного закона не было. Просто он вводил и продолжает вводить такие изменения, которые в его силе указом президента, которые очень на это влияют. Поэтому я думаю, что Байден имеет очень много возможностей это все изменить, так как все, что ввел Трамп, это было не изменение закона, это был указ президента, который новый президент может отменить. То есть это первое, что обещает Байден, первое, что он сделает, когда он вступит в полномочия президента, отменить все то, что сделал Трамп своими указами президента. Окей, но это реально будет, например, а вдруг если он это не выполнит, его что, его сожрут в журнале, если-то что с ним будет? Ну он это выполнит. Это в основном иммиграционные, иммигранты в основном, многие люди, которые голосуют за демократов и за Байдена специфически, они, если он это не сделает, будут последствия в будущем, когда будут новые выборы или какие-то другие изменения. Окей, значит, в Америке, что на первом канале, в Кангре, в Кангре, в Кангре. Президент, который в Кангре, не будет отменить иммиграцию, но в Кангре, может, удастся в конкурсе, что он может отменить иммиграцию, то есть и кем кирпича, а кем кирпича в том, что это не было. Теперь, мне не было Трамп, потому что Трамп не было в Кангресе, потому что Конгресс это не было в комментариях, но это было в первом смысле, что наш герпич был. Байден был в этом, что если это президент был, Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! То есть объявить к нему амнистию? Амнистию или легализацию какую-то. А как это может быть? Типа через налоги? как это будет да то есть это пока я предложение когда не если это будет это никто пока не уверен кто под него попадет может люди которые живут здесь пять лет может тоже 10 лет может людей но это не после 100 процентов налоги на должны быть заплачены это почти 100 процентов должны не иметь никакого криминального рекорда это всегда требование в любой амнистии но вряд ли это сказать что полностью всех которые те живут будет время какого-то требования будет я понял не мяк и кинча масала не мяк и кинча масло на мяк роман а вот я где трамп на барча королар бекарк лишь и кинча масала бу конгресс-ярдам даклнады бнарса америка да шнага бархасапклышкин демократическая партия уртача умбар я уникки миллион на контакт тарсды и юрген однако пора я не легалдар бар он шурган спотан байден амнисти беремо че я не афа шат шат шаттар ойланды уланды уланды но салу полеген лиги и кинчиле шаген лиги шуния карпу ларгий грин карта берет а уларны демек пони расширишь чуку он бар он ики миллион одан в ерубду но конни тарсды уланды трампе окшав департам декорта шамас бакен уларны максимал даре Кроме легализации тех, которые здесь находятся, также будет предлагается модернизировать американскую иммиграционную систему. То есть какая проблема у нас на сегодняшний день? То, что есть очень много работ, которые американские граждане не хотят или не могут делать. Это большая проблема, это как в агрикультуре, как там бибиситеры, как разные лендскейперы, очень много работ, которые не могут найти. Или же люди с высшим образованием, инженеров тоже, нехватка профессоров, нехватка медсестр в этой стране. То есть есть такие определенные работы, где не хватает американских работников и предложение, как минимум, от Байдена увеличить количество рабочих виз в этих категориях. Например, Klein и иммиграция системы модернизации. То есть американские граждане, например, бывают личные дети, которые бывают медседы, например, родители. Вот что государственные лица иммиграционные, которые также бывают инженеры. Есть еще один вопрос. Например, инженер, медсестерцы. Это нужно обеспечить в Америке, но не обеспечить их. Есть уничтожения, но нет. Байдена заклифа, значит, что служебные визы, мне нужно обеспечить в Америке. Если они хотят работать в Америке, то если они хотят в Америке, то если они что-то, то они хотят в Америке. И также предложение. Во-первых, остановить депортацию на 100 дней после того, как Байден вступит в полного молча. Потому что пересмотреть эти все дела, которые... Более детально, да? Более детально и ввести уже новую систему. Потому что если ты первое января вышли из человека, потом его вернуть назад будет очень тяжело. Поэтому все депортационные процессы, скорее всего, будут приостановлены хотя бы на 100 дней. И потом уже будет, будем надеться, новая система иммиграционная. И будут рассматриваться дела по новым категориям, по новым требованиям. Первый, например, Байден. Рапорации 100 дней, депортации. То есть, Дуден Трампы, законодательства, формула, депортации. И в результате, мы и в других странах, иммигранты, депортации. Байден, рапорации 100 дней, депортации. И эти 100 дней, депортации 100 дней, Whichwomen, deẻин, рапорации 100 дней, И еще и Ещё очень интересное предложение, что не было такого ещё в Америке в иммиграционной системе. разрешение штатам и особенно городам просить увеличить количество визы специфически до этого города скажем в америке очень много городов которые набитые людьми там для рабочих виз а есть такие маленькие городки где нехватка рабочей силы нехватка докторов нехватка медсестр и никто там не хочет работать находиться потому что как бы лучше быть в нью-йорке здесь больше возможностей а маленькие городки от этого страдают то есть предложение от байдена это дать возможность этим городам привести именно именно специалистов которые этот город нуждается в бручу да эксклюзив на год это уже рутский человек haben до какие то строители? они так делают визе им cóмени дecения людей в этой стране есть много классов вариантов trolls здесь есть много dificult consente, депроста беременности, инженер править разог膝, 물어보고, и неاجкиму... это касается д genres или зарплатной страны также объекты на другой страны И так, в принципе, все. То есть, как вы видите, две абсолютно разные стороны. А что по поводу PhD-диссертации? Да, то есть это тоже есть такое предложение. Люди с высшим образованием, которые имеют докторскую степень, хотят открыть категорию именно для людей, которые достигли высшего образования в области наук. Но именно PhD, не просто мастерс, я так понимаю, а именно PhD. И актерам нет. Актеры уже получили документы. Девек, я на битинерсе, Байден на Братак-Твифе. Ким, агерд Америка ходу деда, агерд Талеба боли укают ямбосе, а в докторли диссертации на пи-джи их ямбосе, а это по математике, по химии или по любым предметам, да. По математике, химии, физике, то есть... Девек, математика, физика, штука, фан, ларбович, агерд Докторли диссертациях ямбосе, улар гехам, грин карты берлешкерек. То есть, слушатели учатся сегодня, давайте, заканчивайте свои PhD. Да. Агерд Америка ходу деда, агерд Докторли диссертации, в принципе, в Канаде тоже, как бы, похожая система. В Австралии тоже? В Австралии. То есть, люди, которые имеют лучшее образование, набрали определенные баллы. Баллы. И имеют больше вариантов попасть в эту страну. Ясно. Ну, тогда я обращусь к нашим гражданам из Узбекистана, которые также являются гражданами США, чтобы они... Не будем агитировать ни за кого, чисто по фактам. Пусть они принимают решение самостоятельно и голосуют. Да? Да, это очень важно, очень важно. Если у вас есть паспорт, это самое, как бы, главное преимущество быть гражданином в Америке, что вы можете голосовать. То есть, это очень важно. Есть... В Америке из 300 человек, 300 миллионов человек обычно голосует только половина. Это... Я думаю, в этом году будет лучше, но обычно только 50% населения голосуют. Это очень маленькая цифра. Ну, явка рекордная в этом году, да? В этом году я бы надеюсь, да. Хроматли, я нумер бар айтубаттаман. Америка кошмар жеттарды, стыкомат клеткян. Ватандуашармыс. Агерды сэс Америка в корасы бубу гамбусейс. Элтимас. Уз хукуиздан, сиаси хукуиздан, Тогр файданат, албатта аваз беринь. Байден и Трампке, фаргы йоу. Леген албатта, иштирагитып. Албатта аваз беринь. Чунки сэзни авазингисхан, инопатки алнат. Хорошо. Чуть-чуть тогда от выборов отойдем. Я думаю, мы все обсудили. Мы их программам, да? Вот сейчас, раз такая вот система, да, вот непонятная. Сейчас все-таки, кто выиграет, кто не выиграет. Потому что 3 ноября будут только выборы. Результаты объявят только через несколько недель. То есть пока все подсчитают. То есть, а может быть, пока, которое назначено вот в этот промежуток времени, вот в ближайшие несколько недель, различные судебные слушания, может быть, их все-таки как-то отложить на время? Хотя бы на то время, пока уже не объявят официальные результаты о новом президенте. Как вы думаете? Ну, я думаю, это очень правильная идея. Потому что, если у вас слушание, депортационное слушание или слушание по политубежищу приближается через неделю, через две, и мы знаем, что очень большая вероятность, что система поменяется очень сильно в положительную сторону, начиная с января. А я думаю, если есть возможность переложить это слушание или попросить немножко больше времени подготовиться, это, я думаю, это очень правильная идея. И я бы порекомендовал это сделать. Да. Отлично. Сейчас я переведу. Думаю, что вопрос в том, что если я предупреждал президенту, и не было бы, но не было бы, то, что мы должны были бы, чтобы избирать своих народов. Я вопрос в том, что мы должны избирать избирательных судов, потому что мы должны избирать избирательных судов. Чтобы это был добрым права, если бы это предприязано, то есть как бы в основном, что бы мы не смогли закрыть. Но вот в северном случае, предприязанов, что бы мы необходимо пройти с выбором. На этом году Байден был президент в департации Масараса. Например, здесь нет. А нужен ли правильный армии к Донбассам. Поэтому заявления о том, что с muffерной области предстоят в Украине Абрикин. Анасулаш у нас 20 января. В 1 январь. Проверяем президенту президента. И поэтому Адвокат отнял. И перенести сейчас слушание довольно-таки просто, если вы себя плохо чувствуете, если человек немножко кашляет, насморк, температура, судьи требуют, чтобы вы не приходили. Это требование такое суда, любой человек, который показывает хоть какие-то симптомы вируса, не может явиться в зал суда. Поэтому, если вы себя плохо чувствуете, если по какой-то причине не можете прийти на слушание, вы просто должны сказать адвокату или суде, сообщить, что по состоянию здоровья вы не можете прийти, и вам перенесут ваше слушание. А можно просто пойти в суд и сказать, извините, что я кашляю? Да, вас не впустят тогда, прямо при входе. Да. в суд. Можешь же пару раз покажешь, что-то мне нехорошо, что-то я вкуса не чувствую. Они разбегутся. Сами разбегутся, да, в разных стороны. Хорошо. И последний вопрос по поводу интервью. Иммиграционные интервью. Вот вы сегодня были на интервью. У вас была парочка, да? Это было интервью по браку, да? У вас очень интересная пара была, я так понимаю. Почти четыре с половиной часа было интервью. Скажите, пожалуйста, эти интервью возобновились иммиграционные? Вот первые этим, которые прибирают вторые интервью на постоянно грин-карту. Да. Интервью возобновились. Я сегодня переведу вопрос. Итак, интервью, конечно, есть, подawa меммиграционные интервью. Например, если вы имеете в виду, мы, в России, в Америке, если вы имеете в виду, что первое интервью есть, это второе, есть, не будет. Но сегодня, как, когда я был в Стенляшина, у нас был, это было где-то там. Друзья, у нас был интервью. Потому что, почему сегодня это интервью, что появился интервью, Да, сегодня, например, четыре часа длилось интервью по браку, довольно-таки неприятно сидеть в маске, не снимая четыре часа в одной комнате, но тем не менее это интервью продолжалось четыре часа, в начале два с половиной часа допрашивали жену, потом полтора часа допрашивали отдельно, да, по отдельности. На первую грань карту это было? На первую грань карту, и по всем вопросам он спрашивали от начала и до конца, до интимных вопросов. Они имеют право. Они имеют право, да, но они не могут переходить эти рамки, но основные интимные вопросы могу спросить тоже. Да, значит интервью, я не могу сказать, что это интервью. Сегодня у меня интервью было за 10 минут, и у меня есть много личных вопросов, но я не могу сказать, что это интервью. Как у нас этого интервью мало? Интервью проходит и ничего не поменялось. да в принципе какой был жесткий подход такой он и есть до пандемии на это не повлияло да это мы надеялись что как бы пандемия стиш в одном офисе они попытаются побыстрее выпустить людей 5-10 минут и идите домой не надо сидеть с вами в офисе но нет продолжают так же само допрашивать в этом смысле не поменялось адвоката роли шканьки они рта гербан пандемия буганш интервью лекарства тесте сутки тады декой лошады лекан вчера антонашты манабуги интервью торса отбокты шненчин пандемия на интервью ларна дэмик давомили и я в лар джюзе катых тарста отшиге хич канака я шутом аллахасы вы хотите что-то еще добавить а нет но надеюсь через недельку мы с вами уже встретимся будем поговорить уже в реальности кто выиграл и тогда вы не нет ни через неделю потому что да потому что выборы вот третьего а результаты объявить же не сразу тогда давайте сделаем так как объявить результаты мы сразу с вами тогда еще раз соберемся здесь и поговорим и тогда это уже будет более конкретно мы тогда будем знать кто у нас новый президент или тот же самый и тогда будем или больше старый новый президент уже план действий для всех как как правильно построить наш кейс как правильно определиться что что дальше делать мука фурматы джо стар демек ученки на ябр дэ сайло болады в сайло дэнки инбарь кафты дэнки иннатижера и лан клинады чунки пущу архали береген ауазланы хсабы уши пайты болады два сайло тюген нэнки ген сайлоу нэтижелары и лан клинген нэнки ген бас гена стэнлис матрицкий блен коржаммаз ва уши пайты а на крок яблышам манэ и эндэ америка дэешеткям басны ватан дожармазы макют махта в америке кельмак чу бульген ватан дожармазге канка тавсиел арберады басны адвокатамы и они стэнлис матрицкий факат бита шарта бар бита лайк oundд эли потому что б gold không остатыв agout хранэл джэн ты bins с technically ты чутьі с blindly зайтра дэдэ вагат дьсайка маня самiar дээ управы на бутанах гэлэ дэ мяclesьг��эвэн ёж бү вил anticipated бjets адсэнгэс нээ бээ кл quрь ав fps ахэн гэл Buzzs Субтитры делал DimaTorzok